На этом рельсе мы отложили 25 одинаковых последовательных отрезков. Один конец рельса приподняли, получилась наклонная горка. Высоту горки подобрали так, чтобы этот стальной шарик скатывался под действием силы тяжести от первой до последней отметки ровно за 5 секунд. Движение шарика мы засняли на фотоаппарат в режиме серийной съемки. Фотоаппарат делал снимки со скоростью 5 кадров в секунду. Посмотрим на 6 кадров, разделенных интервалами в 1 секунду. Кадр в начале, через 1, через 2, через 3, через 4, через 5 секунд. За 1 секунду шарик прошел расстояние в 1 единицу. За 2 секунды расстояние в 4 единицы. За 3 секунды в 9 единиц. За 4 секунды в 16 единиц. За 5 секунд в 25 единиц. Это последовательные квадратные числа. 1 это 1х1, 4 дважды 2, 9 трижды 3, 16 четырежды 4 и 25 это 5 и 5. Посмотрим теперь на расстояние, которое шарик проходил за каждую секунду. 1, 3, 5, 7, 9. Это последовательные нечетные числа. Так получается, потому что квадратные числа образуются сложением нечетных чисел. 1 плюс 3 это 4, плюс 5 будет 9, плюс 7 это 16, плюс 9 это 25 и так далее. Получается, что 1, 3, 5, 7, 9 это средние скорости за последовательные секунды. 1 единица в секунду, 3 единицы в секунду, 5 единиц в секунду, 7 единиц в секунду, 9 единиц в секунду. Спросим теперь, а какую мгновенную скорость имел шарик в момент окончания первой и начала второй секунды? Средняя арифметическая между 1 и 3 это 2. Точно так же средняя арифметическая между 3 и 5 это 4, между 5 и 7 это 6, между 7 и 9 это 8. В конце мгновенная скорость составляла 10 единиц в секунду. Ну а в начале движения мгновенная скорость была равна нулю. Так что мгновенная скорость нарастала пропорционально времени, прошедшему с начала движения. А теперь возьмем маленький стеклянный шарик и отпустим его, чтобы он падал вертикально вниз под действием силы тяжести. Это движение происходит достаточно быстро, поэтому мы снимали его со скоростью 240 кадров в секунду. Для работы со снятым видеофильмом удобно использовать какую-нибудь компьютерную программу. Это заметно ускоряет дело. Вот результат нашего эксперимента. На этом графике показано, как пройденное шариком расстояние зависит от времени. Последовательные отсчеты делались через каждые 12 кадров, то есть 20 раз в секунду. Наложив на график вот такую сетку, можно увидеть, что расстояния, которые шарик пролетает между отсчетами, снова нарастают как нечетные числа 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. Таким образом, падение шарика происходит по тому же закону, что и скатывание с горки, только быстрее. Мы посчитали, как зависела от времени мгновенная скорость шарика. Видно, что мгновенная скорость растет пропорционально времени, прошедшему с начала движения. Через 1,1 секунды она выросла до 1 метра в секунду, через 2,1 до 2 метра в секунду и так далее. Если бы это движение продолжалось и дальше, через 1 секунду с начала движения мгновенная скорость выросла бы до 10 метров в секунду. Величину, показывающую, насколько увеличивается скорость свободно падающего тела за каждую секунду падения, называют ускорением свободного падения. По данным наших измерений, ускорение свободного падения составляет 10 метров в секунду за каждую секунду. Более точные измерения дают величину, близкую к 9,8 метров в секунду за секунду. Субтитры создавал DimaTorzok